Ты профессиональная мама. Если женщина хочет рожать ребенка, ей нельзя в этом отказывать. Я уверена, что я не одна такая, которая, несмотря на то, что почтенная мать, хочет иногда выглядеть как соска-нереалка. 29 лет тебе было, тебе позвонила женщина и сказала, здравствуйте, я любовница вашего мужа. Да, кто эта сучка? Там сразу не закончилось. Но говорил, что закончилось, но врал. И эти все мечты, венчание, все порушилось. Я решила, все, теперь я буду женщина, теперь я буду дышать маткой. Обожаю. Правильно я понимаю, что это твой первый-единственный мужчина? Да. Дети с Тиму. Однозначно. Первый ребенок просто воспитывает в нас взрослых людей. По моим ощущениям, он хотел просто сдохнуть, чтобы избавить этот мир от себя, вот такого никчемного персонажа. Он сменит бабу, он что-то станет более кайфовым человеком. Вряд ли. Не жить как правильно, а жить счастливо, вот так. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Чебыкина. Вы на канале «Не принято обсуждать». Можете уже узнать, наверное, еще одно гостеприимное наше пространство, Дантен Хоун, в котором мы периодически записываем для вас выпуски. Вообще в этом есть что-то такое тайное, секретное, очень-очень сокровенное, потому что мы пишемся в этом пространстве после закрытия магазина. Только для нас, специально. Это все очень так обволакивающе и доверительно. Собственно, так, как единственным образом, возможно, на канале «Не принято обсуждать». У меня сегодня потрясающая гостья, звезда. Катя, дорогая, привет. Привет. Один твой образ говорит сам за себя. Ты отдаешь себе отчет в том, что тебе напишут, что могла бы и поскромнее это сжимать. Пятерых детей на минуточку. Да. Но я сделала это намеренно. Это абсолютно осознанный выбор, потому что я уверена, что я не одна такая, которая, несмотря на то, что почтенная мать, хочет иногда выглядеть как соска-нереалка. И я убеждена, что таких много, и я просто хочу показать женщинам, что это можно. И вообще это не противозаконно. Можно просто от этого кайфануть, кайфануть от себя в зеркале, кайфануть от восхищенных взглядов и просто повысить себе настроение. Да, не просто хотеть быть соской-нереалкой, а быть соской-нереалкой. Да, да, так и есть. Мы же можем говорить про возраст? Да, однозначно. 46, да. Мне 40, я тут был вообще публичный скандал, можно сказать, по поводу длины моих юбок. И такое обсуждение, знаешь, на много тысяч человек. Я не поэтому сегодня в элегантном черном, а потому что мне вот хотелось подчеркнуть атмосферу нашего вечера. Такой, видите, белевой стиль, натуральный шелк, тоже там декольтировалась, как могла. Вот, если что, имейте в виду. И очень хотела сережки от Тулупова, чтобы они единственные блистали на мне. Вообще мы с тобой совпадаем по настроению и по посылу. Я часто говорю про вот это разрешение, которое очень важно давать себе. Понятно, что не забывать про экологию отношения со всеми остальными, но твоя великолепная подтянутая грудь, блестящие сапоги и короткая юбка, они же никому не причиняют боли. Они тебе причиняют радость, и людям, способным ее разделить, тоже причиняют радость. Поэтому разрешать себе все, что не ранит других, это точно можно, но у девчонок масса запретов. Чувствуешь ты это, если от шуток перейти, что средневзвешенно ты значительно более яркая и дерзкая, чем подавляющее большинство женщин в нашем, в твоем возрасте и в твоем статусе матери пятерых детей? Да, я это осознаю. Ты всегда такая была? Нет, не всегда. Меня примерно 40 лет переклинило. А, это что, про последний вагон, про какие-то листки молодости, последние там, колышущиеся на ветру? Что это? У меня в молодости очень было много всегда яркой одежды, красный всегда, любимый цвет. И потом вот как рожала, 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 и как будто бы типа нельзя. Вот, и я в 40 лет пошла поучиться стилю, сначала для себя, потом я решила, почему бы не стать стилистом. Ну, такая странная история для меня до сих пор. Поговорим про это. Да. И даже мне делали цветотипирование, несмотря на то, что у меня такая достаточно славянская, светлая внешность. И мне стилист говорит, тебе странное дело, но идут ярко. Я говорю, ну, мне типа 40 лет. Я, можно носить ярко? Она говорит, да не можно, нужно. Она так спокойно это мне сказала. Я такая, думаю, в смысле? Окей, погнали. Слушай, ну вот про это будет интересно поговорить. Какие периоды мы переживаем на протяжении жизни, являются то яркими, то потом вдруг сама себе запретила, или намотала какие-то смыслы социальной установки. И все время эти качели. Потому что иногда девчонки, которые нас смотрят, и когда зовешь успешных, ярких, проявленных женщин, кажется, что так было всегда. Или им какие-то бонусы на блюдце с золотой каемочкой выдали. И вот, конечно, им-то легко, а мне-то как? Так, ну вот вам живой человек говорит, я всегда любила, а потом вдруг разлюбила себе, запретила, сама себя не узнала, и все это было. У меня даже есть в соцсетях фоточки, как я была мать, и такая, ну, просто мать. Мы покажем тебя, потому что любим такие ретроспективы делать. Знаешь, у нас не принято обсуждать. Всегда есть такое правило, мы выводим какую-то одну главную тему в наших интервью, и когда мы с тобой готовились, ну, эта тема совершенно очевидна. Для меня это в разряде, вот я нисколько не лукавлю, суперподвига, то есть количество детей больше одного, это мне неизвестно, у меня нет такого опыта. И я настолько с одним ребенком не всегда справляюсь даже на хорошо по каким-то пунктам, что я даже не могу представить, что было бы, если бы у меня было двое. Трое, четверо, пятеро, это вообще за гранью. То есть у нас с тобой такая жирная тема про рожать и реализовываться, и все это сопрягать в одной жизни одной женщины. С другой стороны, немало было у нас разговоров про расставание, про разлуки, про разводы, про то, как распадаются союзы, даже в которых есть любовь. Твоя история, понятно, рано подводить итоги, но 23 года брака, и мы назвали это раз и навсегда, но можно под вопросом поставить, если ты не против. Но 23 года с одноклассником и пятеро детей ваших совместных дают основания о том, чтобы поговорить, как сохранять самые-самые сложные разные периоды. И есть еще совершенно звенящая, но такая бытовая, распространенная очень тема, измена, о которой все знают и которую все должны переработать и жить дальше. Поэтому вот поговорим сегодня про жизнь, и чтобы вы не думали, что только про расставание. Вот сегодня мы поговорим про союз. Про раз и навсегда, возможно ли, и как это бывает. Тем более с такой яркой женщиной. Неизбежно тут будет тема, знаешь, там, твои силы, твои яркости, а не подавляешь ли ты его. Может, он простой подкаблучник сидит, там права голоса не имеет, и вот на съемке угнала, а он с пятью детьми, ну, точнее, старший уже отселен, не с вами, но с четырьмя, хорошо. Имеет право голоса? Пиши в ваш союз, как бы ты сказала, как ваши роли распределяются? Лидер все равно в семье муж, на самом деле. И я на него очень сильно опираюсь, вот, всегда. При этом он меня всегда поддерживал. То есть я много какой-то фигни, на самом деле, придумывала в жизни. Нет, серьезно, да, то есть не только стилист. Когда я ему сказала, что я в 40 лет, да, я буду стилистом, он такой, да, не вопрос. То есть вообще все норм. Ну, вообще-то ты бухгалтерией, аудитом занималась? У меня был сначала бухгалтер, аудитор, потом я сделала такую очень хорошую карьеру в журнале Главбух, многие знают, да. Ну, как бы все, типа, чинно благородно. Но так, у меня какие-то увлечения. То я на танцы ходила еще когда-то давно, в юности, когда у меня уже было трое детей, я со старшей дочкой фигурным катанием занималась. Я тогда, как вот говорят, с ебанцой слегка, поэтому муж нормально. И он всегда меня поддерживал. Он очень молчаливый и очень спокойный. И меня многие люди со стороны тоже считают достаточно спокойным человеком, но просто мужу моему достается на самом деле. Да. Он меня, скажем так, калибрует, успокаивает. И вот, на самом деле, вот эти мои движения, вот эти мои прорывы, они в том числе и благодаря тому, что он меня поддерживает дома и дает мне вот это все прожить. Слушай, у нас же с тобой еще одна будет классная тема, но мы ее разовьем на канале женщины. Здесь этого практически не будем касаться. Такое у меня выражение есть про профессию второй половины жизни. Это про тех, кто сделал хорошие карьеры, все понял про одну из профессий или про несколько. Потом такой думает, у меня полно силы и энергии, огромное желание развиваться и сделать что-то принципиально иное. Это же твоя тема. Вот здесь мы не будем говорить про бизнес, но на канале женщины обязательно про это поговорим. про такой второй старт, если можно сказать. Потому что, я сейчас скажу слово, от которого там истерика случится у участия аудитории, в инфобизнесе очень яркая звезда, в продюсировании экспертов, и ты этим занимаешься всего пять лет. Успехи грандиозные, десятки миллионов заработанные, и все это образ жизни меняется, стиль меняется, все меняется. Это же история про то, как в 41 год, будучи многие годы бухгалтером, журналистом, работая в серверном сфере... Вообще я вошла в эту вторую профессию спустя почти 10 лет декрета. Так, на минуточку. Я рожала. Да. То есть сначала... Неудержимо размножалась. Звездная карьера, там, в одной сфере по профильному образованию, высшее образование, бухгалтерия, аудит. Тебе нравилась работа, деньги зарабатывала. Потом вот в журнале Главбух тоже до высочайших позиций дошла. Потом такая, о, я буду сидеть в декрете, рожу кучу детей, сделала все это. Я, на самом деле, очень устала работать от карьеры. Я реально хотела рожать детей, да. Получается, вот уже даже так, при ближайшем рассмотрении, у тебя уже три большие жизни было. Да. Да, вот это один карьерный путь, потом путь матери многодетной в декрете, путь жены, домохозяйки, хранительницы очага. Потом тебе в голову что-то... Ну, тогда было в найме, сейчас я работаю на себя, сейчас я бизнес-вумен. Да, сейчас ты бизнес-вумен, в 40 лет, значит, знаешь, а не приходило ли вам в голову копье? Есть такое смешное, что тебе что-то прилетает, и ты такая, ой, или стилистом, или танцем. О, нет, я хочу вот такую карьеру. Тут все взрастило, тут все поняла. Это просто ты живешь за троих, как минимум. Потому что я очень много общаюсь с девчонками, знаю, как иногда трудно жить, даже за одну. Когда ты вот и сомневаешься, и тут не успех какой-то. Поджимает, может быть, семья, может быть, общественное мнение, сама себя там гложишь, гложишь. Это такое, знаешь, вязкое, такое тяжелое проживание. У тебя, конечно, вот этот вот фонтан везде. Всегда дойти до пика, потом обнулиться, делать что-то другое. Это редкий дар. Как ты считаешь, какие твои качества позволяют тебе жить уже третью жизнь в этом земном воплощении? И, в принципе, я уверена, что у тебя нет ощущения, что это константа, и не будет чего-то еще другого. Да, нет ощущения, на самом деле, да. Что? Не знаю. У меня единственное объяснение из серии, кому много донос, того много спросится. Есть вот, если какой-то потенциал, и если его не реализовывать, то становится очень плохо внутри. То есть это же изнутри идет. И если это держать в себе тяжесть, что ли, внутри. И опять же, да, вот, ну, муж меня в этом поддерживает. То есть, опять же, рожать детей, типа, давай там, еще. У нас, ну, все дети запланированы, случайных нет. Единственное, только когда четвертый раз была беременность, ты думала, что вот один, а родилась двойня. Я думала, что вот один мальчик родила две девочки, да. Да, у тебя четыре девчонки. И один сын. И один сын. При том, что двоин в роду ни у кого не было, это просто, у меня, видимо, организм решил, так, это последний вагон, залетаем. Там же тоже была история, 38 лет уже была. Что тебе врачи говорили? Врачи мне говорили, что не родишь сама, что двойню не выносишь, что они будут недоношенные, что могут быть больными, и все умрут. Я несколько раз подписывала отказ от госпитализации, потому что я объективно была здоровая, они на всякий случай кладут. Но я знала, что лежать вообще нельзя. Я каждый день ходила по 10 шагов с ними. На самом деле, это период, который тоже сделал меня намного сильнее. Я очень хотела их доносить, я очень хотела, чтобы они родились сами. Я изучала этот вопрос, недоношенные дети, насколько это сложно, насколько это больные рождаются дети. Это всю жизнь определяет. Да, и я как терминатор. Я на самом деле была солдат Джейн, то есть я правильно питалась, я делала просто для этого все, что только можно было. Ну и мне это реально удалось. И врачи удивлялись, типа, в смысле у тебя нет отеков. Потому что ты все выхаживала, лимфу гонала. Я ходила, да, я принимала ванну, я даже была в бане, я исключила сахар в своей жизни, хотя сейчас я ем, пила воды сколько надо. Вот, то есть это реально был фокус внимания. Даже у меня могла там троих старших посадить на мультике, сама я пошла в ванну. То есть я знала, что мне надо вот этих вот малышей. Ну и тогда я тоже подключала определенную и такую психологическую работу, то есть я с ними разговаривала, я вот это тоже так настраивала, им говорила, там мы сидим, мы там заранее не рождаемся. Слушай, вот ты сейчас рассказываешь, это восхищение вызывает, безусловно. Я поняла, что можно такой термин создать. Ты профессиональная мама. Ну то есть это же профессия. Вот ты говоришь, как это, это цинично прозвучительно, но в самом лучшем смысле этого слова, это проект, это задача. Да, это была реальная задача. Я очень много изучала на эту тему, действительно так. Потом я изучала, как кормить двоих детей. Я сшила даже специальную подушку для кормления двойни. Я увидела там, как она делается, сама ее сшила. Вот, и выкормила их точно так же. Организм женский мудр. Точно так же до полугода они у меня полностью на ГВ были. Не скажу, что это было суперлегко, я только делаю, что кормила. Когда с одним, ты такая, только его покормил, значит, они же спят. Если Бог дал, что он более-менее спит, ты его там укладываешь, помыл, приложил, там что-то смазал, а он через сурган уже проснулся и снова как-то ее проснул. Но до сих пор я считаю, что это вообще самое большое чудо. Я реально вот просто благодарна Богу, что вот у меня двойни, ну офигеть. Это счастье. Ну вот, да, это счастье, это только избранным дано. И пройдя такую школу, ну тебя, наверное, сложно какими-то бизнес-задачами, я думаю. Если честно, да, меня сложно утомить. Это правда так. После двойни. Друзья, вы знаете, как на всех наших каналах мы буквально бьемся за улучшение качества жизни каждого нашего зрителя. Показываем женщин, которые могут стать примером. Много общаемся с психологами, часто приглашаем нейроспециалистов и говорим о работе мозга. Недавно на канале «Женщины» мы обсуждали способы, как продлить активное долголетие мозга. И, конечно, в идеале ко всем рекомендованным инструментам нужно присовокупить прием необходимых для нашего организма добавок. Я хочу порекомендовать вам B-комплекс от компании GLS Pharmaceuticals. Комплекс витаминов группы B это семь витаминов, которые необходимы для поддержания работы нервной системы и мозга. Они влияют на выработку энергии и нормализацию обмена веществ. Именно с помощью витаминов группы B, но я буду объяснять по-своему, по-простому, пища, поступающая в организм, преобразуется в наше внутреннее топливо. То есть эти витамины играют ключевую роль в нашем метаболизме. Мы с вами начали разговор с работы мозга. Так вот, эти витамины важны для поддержания правильной работы нервной системы и способствуют нормализации когнитивных функций, таких как внимание и память. GLS Pharmaceuticals это российская инновационная фармацевтическая компания, которая на рынке уже 5 лет. Она использует современные технологии для создания действующих продуктов. Вся продукция компании разрабатывается и производится с обязательным контролем качества на всех этапах. От разработки рецептуры и закупки сырья у проверенных поставщиков до производства готового продукта. Итак, резюмируем. Полноценный здоровый сон, внимание к работе мозга и комплекс витаминов группы B. То, что необходимо каждому из нас. Скадируйте QR-код, который видите на экране, или переходите по ссылкам в описании к этому видео и заказывайте БАДы GLS. Рекомендация от души. Слушай, у меня вот есть такой вопрос. Все сейчас любят говорить про денежную емкость. Ну, или там емкость интеллектуальную. Часто люди ходят на обучение и не могут взять знания, потому что просто не хватает пропускной способности. И мы с редактором, когда над сценарием работали, формулировка у нас родилась про емкость на детей. Это же особый класс, тип людей и матерей, прежде всего, которые могут много выносить, много родить, многих воспитать. То есть понимаешь, ты же не та девочка, которая рожает, чтобы получать пособие от государства. Я в женской консультации, когда сама была беременна, слышала разговор, как они выплаты декретные на работе, вот эти вот большие, если ты куда-то приписываешь к какой-то компании. Она говорит, да, мы этот телевизор хотели купить большой, и поэтому решили ребенка какого-то там, третьего или четвертого рожать. Я сижу такая. Я думала, что скрытая камера где-то стоит, но ты же такого не может быть. Да, в жизни, но это не пранк. Есть такие семьи, которые рожают детей для этого, потому что действительно есть государственные определенные гарантии. Емкость на детей. Когда ты поняла или всегда ты знала, что у тебя, у вас совместное это решение, безусловно, ты уже об этом сказала, будет много детей, или просто в течение жизни ты поняла, что это тебе так нравится, и ты не против. Я хочу разгадать этот феномен, потому что это точно не про меня. Ну, у нас, у родителей двое. Я и младший брат. У меня родилась первая дочка. Вообще, у меня всегда была идея, что у меня также будет двое детей, девочка и мальчик. Это очень стандартно, прилично, нормально. Выглядит, да, очень прилично. Так я и думала. Вот, и потом я много действительно работала, у меня была карьера, я очень устала работать. Поездки в Москву по два часа в одну сторону. И когда я вышла в декрет с сыном, я просто наслаждалась жизнью, там, каждым листочком увиденным, всем-всем-всем. И у меня сын, вот второй ребенок, максимально спокойный был. То есть у всех детей он реально самый-самый спокойный. И вот когда это прошло... У всех девочек, сын самый спокойный, да, потому что это вот такое благословение, тебе передохни немножко на парне, а потом дальше продолжим. Такой был очень благополучный период, и он меня, на самом деле, вдохновил на то, чтобы вдруг еще родить третьего ребенка. И он такой же чудесный будет. Да, он такой же чудесный. И вот я к мужу говорю, давай, может быть, там, третьего. Он такой, типа, давай. У него такое тоже есть какое-то свое-своебуждение, что, типа, женщину нельзя отказывать, если женщина хочет рожать ребенка, ей нельзя в этом отказывать. Типа, это плохая история отказывать, да, у женщины. Поэтому, да, он согласился, и у нас третья дочка родилась. И, честно говоря, когда она родилась, я помню свое состояние в первые дни. Я смотрела, их трое, там, эти старшие бегают, это лежит. И у меня были прям слезы, вот так утекли по щекам. И я говорила мужу, а кто мне сказал, что я могу быть многодетной? Вот вообще, почему вы меня не разубедили? То есть мне казалось, что это трэш, трое детей, они что-то бегают, орут, и это лежит, что-то хочет. И я реально была вообще в полной растерянности, если честно. И третий, у меня как раз-таки самый шебутной ребенок. Она малоспящая, плачущая, но это самая красивая девочка на всей земле, реально. Я думаю, что ей красотнее. между этими двумя характеристиками. И она, конечно, вот прям дала жару. А потом как-то прошло время, мы тогда потом с ней маленькой переехали в Ростов. Вроде хорошо себя чувствовала, такая здоровая, бодрая. И, не знаю, я думала, ну вот, а вдруг у меня вот девочка, мальчик, девочка, будет еще один сынок, такой же классный, как мой сын. Такая у меня была странная идея. Я считаю, что это чисто природа, эволюция у нас закладывает какое-то вот это вот желание размножаться, неудержимое. Вот. И я говорю, типа, давай, вот еще, типа, мальчик у нас будет. Потому что такой, ну, типа, давай мальчик, значит, мальчик. Ты помнишь, что УЗИ, когда тебе сказали, что их там двое, и это не мальчики? Да, я пришла на УЗИ с большим животом, непомерно большим для того срока. Я до этого там ходила, мне говорят, ну, у тебя большой живот, может, у тебя двое нет? Я говорю, ну, что, какая двое? У нас ни у кого нет двое. Не придумывайся. Я когда пришла, да, мы были в шоке, муж меня нервно курил реально после этого УЗИ. И они такие, типа, да, типа, девочка, еще кто? И еще девочка. Я очень хорошо помню, мы реально прям вот так. Но это как-то быстро, это нас смотивировало в Ростове быстренько порешать. Свекровь нам помогла тогда, порешали мы же личный вопрос. Мы снимали, купили дом, переезжали с двумя мелкими, ну, как, с пятью детьми, два из них было мелкие, это был потрясающий переезд. Дети с тимул. Однозначно. Да, меня торкнуло с первым прям. То есть до этого как-то такая была спокойная, мне не было такой там жажды реализовываться, зарабатывать. Когда родилась еще первая дочка, я поняла, так, мне нужно, чтобы мы жили хорошо, я очень хочу жить хорошо. Я согласна. У тебя нет права остаться, у тебя нет права не делать, у тебя нет права проиграть, у тебя нет права не покормить. Устала-не устала. И на самом деле в минуты, когда мы тоже там ругались, выясняли отношения, муж мог там, типа, не любит, да, выяснять отношения, хлопну дверью и уйти. И я такая думаю, вот как это работает? А я не могу хлопну дверью и уйти. Куда я пойду? А он может. Как это работает? Девочки, вы все велики. Просто не забывайте про это, потому что я вообще не понимаю, какой у женщины может быть синдром какого-то самозванца или сомнения в себе. Вот то, что ты рассказываешь, это действительно человечество как бы на наших плечах лежит, получается. То есть если ты не родишь, не воспитаешь, ничего же не будет. Не родятся эти великие бизнесмены, предприниматели, ученые, космонавты и так далее, и так далее. Врачи, спасающие жизни. Я сейчас ни в коем случае не нивелирую роль мужчин. Ты правильно сказала. Уйти и хлопнуть дверью и сделать вид, что не было, начать с чистого листа, они делают так регулярно. А мы нет. Поэтому профессия мамы, да, то, что ты сказала, что это профессия, ну, по факту, так и есть. И самое важное, наверное. Какая бы звездная карьера ни была, самое важное, что ты мама пятерых. Это разное. И на самом деле, имея столько детей, я давно сняла с головы корону по поводу того, что я кого-то воспитываю. Моя самая главная задача это любить и поддерживать. И не вредить. Потому что знаешь, как воспитывать, как указывать, не делай то, пойди туда, какую-то инструкцию выдать. А вот как раз для этого энергичным женщинам нужно много работать, как мне. Тогда некогда указывать, что делать детям. Слушай, ты таким образом сбалансировала? То есть да, у тебя очень сильный мощный, такой фонтанирующий характер. И чтобы не задрочить, прости меня, своих детей какими-то указаниями, системами и так далее, сделаю еще параллельно карьеру, и им полегче будет. Это не было осознанно, но в итоге я поняла, что это именно так работает. Я живу свою очень интересную жизнь, и детям со мной тоже на самом деле интересно. Они тянутся ко мне. То есть они не избегают меня, а наоборот тянутся. Не могу не спросить все равно про общественное мнение. Ты вот рассказывала, что да, это такие достаточно странные были аргументы. «Ой, такой классный сын получился, спокойный, третья дочь неспокойный, ладно, может, четвертый будет спокойный, попробую родить еще». Это правда странно. Со стороны женщины ты прекрасно это понимаешь. Что тебе говорили? Ну, муж, мы поняли, поддерживал. Подружки, родители, типа, ну, блин, Кать. Честно говоря, может быть, у тебя такой характер, но мне никто ничего не говорил никогда. То есть как-то у меня, видимо, ну, есть такая уверенность внутренняя, что реально никто меня никогда в этом плане не абьюзил. Ну, родители всегда радовались, а свекровь, если что-то могла сказать, то она мужу только могла сказать, что там, «Мой, ку-ку, здравствуйте». Ну, в конце концов, это не она на тебе жената, и им хватало ума, я думаю, не передавать. В плане, как свекровь, у меня идеальная свекровь. Класс. Вот, мне повезло. Теперь давай к вашей истории любви. К детям все равно будем еще возвращаться, потому что это, конечно, то, что тебя определяет, какие бы карьеры и свершения ни были. Ты правильно говоришь, выковала и твой характер, и твой способность организовывать процессы и распределять энергию, это, конечно, да, вот такое профессиональное крутое материнство. Вы как в бригаде, мы с парнями типа со второго класса вместе. Вы с первого класса вместе. Да-да-да. Мы учились с первого по третий класс с мужем, а он убеждает, что он тогда еще влюбился. Мы с ним сидели даже одно время за одной партой. Нет, он это говорит на полном серьезе. Я уверен. Кто я такая, чтобы спорить? Я всегда была красивая. Да-да-да. Мы его понимаем, да? Он любился, и мы его понимаем. Так, вот, потом я в другую школу перешла, и потом мы встретились уже, когда нам было по 19 лет, так, чисто случайно, в какой-то оттусовке, и просто потом начали встречаться. Он был моим первым мужчиной, и вот мы поженились, когда нам было по 22 года. Поженились, повенчались. Я из такой верующей православной семьи. Особенно классно это коррелирует с твоим внешним видом. Я вообще ни разу не ханжа, мне очень нравится такое эклектичное проживание. А у меня, ты не видела, фотосессию я делала примерно такую, соско-нериалковскую, и эту фотосессию видели мои родители, и они мне сказали, что я очень красивая. Мы обязательно покажем эти фотографии. Это важно. Слушай, сейчас, да, отличаемся чуть-чуть от твоей истории любви. Вот, это же ключевой момент. Ты знаешь, мне мой визажист, она же моя подруга, мы уже просто много лет работаем, и когда к тебе человек каждое утро приезжает, он тебя видел уже в любом состоянии, и больную, и здоровую, и успешную, и неуспешную, и всякую разную, вот такие разговоры очень душевные. И она мне говорит, вот я знаю, типа, несколько психологически здоровых, устойчивых людей, счастливых перманентно. Это вот ты, ее муж тоже здоровый, человек классный, и там еще буквально пару человек за всю жизнь. И она говорит, я вывела закономерность. Почему вы такие? Потому что у вас были в самом нормальном смысле слова нормальные семьи, где есть мама, где есть папа, они друг друга любят, даже если это, знаешь, не картинная семья с плаката рекламы зубной пасты, знаешь, такая, или там супермаркета со своими там какими-то проблемами, где-то безденежьем, где-то кризисами, но тем не менее долюбленные нормальные дети, где говорили, ты наш, мы тебя любим, мы любим друг друга, и так всю жизнь. Таких семей мало, и, соответственно, здоровых людей, взрослых потом мало. Можешь ли ты подтвердить эту теорию, потому что твоя мама с папой вместе всю жизнь, через кризисы, разные ситуации, пройдя, остались, и это твоя модель, и ты такая, блин, просто здоровая, суперадекватная, веселая, что бы ни было. Я редко таких людей встречаю. Спасибо. Это сильно. Да, я согласна, что это очень много значит, когда родители не навешивают каких-то странных, там, как у Пети, как у Васи, будь такой, будь другой. Конечно, понятно, что у всех свои какие-то были конфликты и так далее, но, в общем, и в целом, да, я принята своими родителями, нет такого, что меня не принимали. И в сложные периоды всегда поддерживали. Я, на самом деле, чувствую вот эту силу, если честно, и молитвенную силу, особенно мамы, однозначно, я чувствую. У меня есть такое ощущение, что со мной есть мама, и у меня есть дети, и вот это сильно. Вот это вот, в этом есть такая прям сила рода. Для меня это очень ценно. У нас вообще очень такая женская линия достаточно сильная. У меня тетя еще такая тоже прям классная женщина. Меня пробирают мурашки, ты говоришь. Я часто говорю про силу рода вот именно не в эзотерическом смысле, как люди это воспринимают, а в самом земном. Я вот, например, знаю, что я очень похожа на бабушку. Я смотрю на эти фотографии, царствие небесное, и думаю, ну как это удивительно, вот гены, кот в клетках, он зашит, и вот это у нее тоже от кого-то, это идет через века, и это были такие сложные вот эти вот крестьянские судьбы. И вот они все это делали, чтобы сейчас я тут на этом диване сидела, записывала интервью с такими крутыми людьми, наслаждалась вот этим всем. Это все вклад. Я на уровне физики это ощущаю, часто про это думаю. Спасибо, что ты про это сказала. Очень крутые осознания. Как эта тема тоже меня очень всегда волнует. У меня есть личные ответы, но я хочу, чтобы ты порассуждал. Как твоя красота, смелость, раскованность, дерзость, внешний вид, лексика, даже там нормативная, ненормативная, современная, как ты лично легко это сопрягаешь с религиозностью, с верой в Бога и почему твои родители, как ты думаешь, не превратились в фанатичных адептов культа, а остались понимающими, принимающими, любящими людьми. Как это сделать? Ну, мне кажется, главное, это, наверное, любовь. Весь кот ко всему это любовь всегда. Это, во-первых. Во-вторых, образованность и критичность мышления. Вот эти фанатики, следование каким-то жестким правилам, это все от ограниченности мышления, на самом деле, от отсутствия просто способности самостоятельно рассуждать, что есть хорошо, что есть плохо. Точно так же в воспитании детей очень четко надо разбираться, за что ты вообще ругаешь ребенка. Точно за это надо ругать, это реально что-то плохое или просто он устал, или просто он случайно накосоручил, условно говорят. Поэтому критичность мышления и следить за вот тем, что мы говорим, и думать о последствиях, что касается, например, родителей, я это прекрасно сейчас понимаю на своих детях, что если я не буду принимать своих детей, которые, очевидно, чудят и так далее, и как любые дети не собираются они оправдывать никаких ожиданий родителей, это не для этого они рождались. Но если я их не буду принимать, то больно будет мне, я буду испытывать эту ужасающую боль от разрыва отношений, поэтому я выбираю любить. Принимать любых? Принимать любых, однозначно. Ну, ты вот еще сказала про образование, кстати, тоже очень интересная краска для семьи твоих родителей из Наукограда выходцы в Подмосковье, и ты, муж, родились, сотрудники НИИ, инженеры. То есть это высшее техническое образование, при этом религиозная семья. Да, ну, у меня папа... Безупречное сочетание. Да, папа пришел к религии уже будучи взрослым, достаточно человеком. То есть это через осознанность, через определенные какие-то изучения, то есть это было, да, вот так, ну, осознанный выбор. Вера в твоей жизни, в твоей личной жизни. Были разные периоды, были однозначные периоды какой-то детской веры, чудеса свои, да. Сложный период как раз-таки с мужем, когда я просто на этом держалась. Вот это просто был мой, там, условно говоря, спасательный круг. Бывали какие-то периоды, и, наверное, разочарование, и охлаждение, и немножечко не совсем понимание. Ну, ты так трогательно сказала про силу материнской молитвы. Потому что, ну, мне кажется, это реально самое сильное, что может быть. Я реально в это верю, и на самом деле те, у кого родители достаточно в возрасте, как еще они могут помочь своим детям. А родителям все равно всегда хочется как-то поучаствовать в жизни детей, им помочь. И вот это, наверное, да, то, что они могут, это продолжать любить, молиться, принимать, поддерживать такими силами. Ну, и ты за своих детей тоже, я предполагаю, молишься. Да, да, я тоже. Я, конечно, такая пока в такой активной фазе материального созидания. Но однозначно какую-то силу, даже просто я, например, обнимаю ребенка, и я вот даже мысленно, такое у меня тоже есть упражнение, окутываю его как будто золотым шаром любви. Вот про себя это представляешь, что я даю ему много-много сил. Особенно, когда там ребенок расстроен. Мама старается, замолчи уже, да перестань, ты хватит, хватит. Я понимаю, что он просто плохо, тяжело, и я обнимаю вот это вот материнский дзен. Но не сразу, не с первым. Он пришел не сразу. А с каким ребенком это появляется, или с каким опытом материнства? Знаешь, есть такие циничные предположения, что, на-первых, ты там тренируешься. Так и есть. Я считаю, что первый ребенок просто воспитывает в нас взрослых людей. Мы дети, дети, даже поженились, все равно дети. Рождается первый, ты раз, и тебе приходится стать взрослым. Хочешь, не хочешь, да. Потому что есть, очевидно, более беспомощные, более младшие. Да, и потом у меня старшая дочка, она бунтарка, всегда была бунтарка. Может повезти, и первый ребенок такой лайтовый. У меня прям сразу включил меня тогда по полной программе, вот эти крики на улицах, вот это все. Постепенно, наверное, и сын многому тоже учил, тоже отказами разными. А вот когда как раз-таки трое, наверное, вот именно третий ребенок прям очень сильно повернул сознание. И особенно видно было, насколько они разные, индивидуальные, и что, блин, так мало я могу сделать. Так много в них уже есть. Подтвердашь, дорогая, готовыми приходят дети? Да, я считаю, что каждый уже прям абсолютно индивидуальность, и реально надо не навредить, а помочь ей вырасти этой индивидуальности. Что самое жесткое тебе дети подкидывали? Какие уроки, какие испытания? Жесткое? Я даже не знаю, честно говоря. Ты просто так легко. Хотя я понимаю, что ты говоришь про принятие, вот они все разные, вот их принимать, просто любить и не испортить, и помогать, и так далее. Но мы же знаем, что за этими легкими словами стоит колоссальная работа твоей конкретной души. Наверное, у меня был какой-то момент переломный, я сейчас вспомнила, когда прям я еще раз для себя увидела, что важно, что не важно. Это вот подростковый период как раз-таки старшей дочки, он был сложный. Это был, естественно, первый мой подростковый период. И она еще, она реально просто бунтарка. И были с учебой проблемы, она отказывалась вообще делать все. Просто вот классика классическая. Я помню, что-то мы много ругались, и я на нее кричу, и средняя дочка, она подходит, и она такая со слезами, мама, не ругай, пожалуйста, Аню. И я такая думаю, блин, что я делаю? У меня до сих пор даже слезы, думаю, блин, что я делаю? Что тебе ребенок подошел и сказал? Да. Да, не реально. И вот в тот момент я поняла, что это все полная херня. И самое главное, чтобы дома было хорошо. Потом я поняла, что надо делать так, чтобы детям было дома хорошо, им хотелось возвращаться, им не хотелось убежать на улицу, а им хотелось согреваться дома любовью. Словно, это на самом деле через осознанность. То есть вот ты смотришь, что-то понесло как бы, включаемся, включаемся, а потом привыкаешь просто к этой осознанности. Классно. Привыкаешь к осознанности. Можно тренировать, и просто станет... Это во многих сферах работает, да. Системой твоей жизни. За вот эту атмосферу безопасности дома женщина отвечает или это... Однозначно женщина. Если у женщины плохое настроение, там даже кошка забьется в угол и будет страдать. Папа придет в плохом настроении. Ну, так. Это к вопросу, да. Папа в плохом настроении хочет разговаривать, может уйти, мне надо бы быть одному, там, выключился из этой семейной розетки. Если женщина, то это вот фонит, очень сильно фонит. Вернемся к вам. Я не забыла эту любовную линию, обязательно поговорим. Просто у тебя настолько действительно красивое такое сферическое всестороннее проживание вот этих разных женских ролей, что хочется тебе про все выспросить. То есть ты и прекрасная дочь, и прекрасная мать, и прекрасная жена, и прекрасные бизнес-фумы. И поэтому постараемся вот твой код разгадать так или иначе. Я тебя благодарю за вот этот фрагмент беседы про веру. Это тема очень важная для меня. И я счастлива встретить человека с таким современным ярким проживанием, для которого это тоже не пустой звук. Ты мне вот дана для того, чтобы я тоже свои какие-то ответы получила. Спасибо. Спасибо. Это очень травмотивно. Ритм современной жизни не дает никому расслабиться. Дом, работа, еще, конечно, желательно успевать заниматься спортом, учить языки, при этом хорошо выглядеть. По последнему пункту я нашла классное решение. И хочу поделиться с вами своим недавним бьюти-открытием, от которого есть видимый эффект. Поэтому смело могу вам его рекомендовать. Итак, мой новый помощник это микротоки для лица Бер 2 от шведского бренда Форео. Наносим на чистую кожу лица и шеи гель-проводник и включаем микротоки Форео. В Бер 2 4 типа микротоков под любые потребности кожи. Микротоки обеспечивают сразу и лифтинг, и лимфодренаж, улучшают кровообращение, укрепляют мышцы лица, способствуют обновлению и подтягиванию кожи. Вы знаете, я не сильно дружу с техникой, но в данном случае все оказалось максимально просто. У девайса есть удобное приложение, где вы можете выбрать технику массажа, например, избавляющий от отеков или расслабляющий шиацию. Процедура приятная и безопасная. Как я уже сказала, я использую Форео каждый день. Регулярность в данном случае имеет принципиальное значение. И вот какой эффект я и не только я заметила. Отеки ушли, овал лица подтянулся. У меня теперь даже к моим операторам почти нет нареканий по поводу установки профессионального света. Со всех сторон овал лица хорош. А мой визажист отметил здоровый цвет кожи. Спасибо и за это новому гаджету. И, наконец, морщинки на лице стали менее заметными. Микротоки Форео абсолютный мастхэв, если вы хотите сохранить кожу упругой без инъекций. Вы знаете, что их я тоже избегаю. Рекомендую вам попробовать этот девайс. Тем более, что в ноябре, ну, как всегда в этот месяц, самые приятные цены. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нужная вам ссылка, как всегда, в описании к этому видео. Переходите по ней и покупайте этот просто незаменимый бьюти-гаджет. Итак, вы, значит, в инстике заново встречаетесь, заново знакомитесь. Он тогда тебе уже рассказал, что с первого класса тебя любит. Кто был инициатором? Как это вот было, знаешь? Он однозначно всегда инициатором. Тебе же и нравилось в институте учиться, и ты потом и работать полюбила. То есть у тебя не было такого, что, знаешь, вот ты, наконец-то, вырвалась в возрастную жизнь, сейчас всех парней там переберу, а ты такая красотка и так далее. Честно говоря, я изначально, мне какая-то была идея, что надо хорошо выйти замуж за нормального мужика, чтобы нормальных детей рожать. На меня какая-то была здоровая идея, на самом деле. Классная. Очень хотела сказать, чтобы меня любили, чтобы мы восхищались. Ну, собственно, муж это и делал. Ну, изначально. Он всегда мной восхищался. Ну, то есть у тебя не было юности там все перебирать, что-то искать, знаешь, там вот эти вечеринки, какие-то буйства и так далее? Честно говоря, нет. Я как раз-таки не бунтарка, да. То есть мне почему еще так было сложно со старшей дочкой? Потому что я не бунтарка по натуре. И я достаточно лайтово проживала там свои какие-то подростковые истории. В общем и целом, наверное, была хорошей девочкой. Ой, тоже, знаешь, я сейчас смотрю на сцену, я такая ботанша была вообще, что я понимаю, почему сейчас я достаточно свободным человеком являюсь. Потому что это же нельзя этот этап пропускать, он такой классный. Ты уже можешь себе позволить, правда, и ментально, и материально, какие-то вещи. Ты такой себя отпускаешь, ну ладно, можно. Мам, я сделала уроки, да? Вышла замуж, родила детей, можно я пойду погулять? Ну, примерно так. Примерно так. Ну, то есть у меня действительно было какое-то вот ощущение, что, да, мне хочется серьезных отношений. Кто предложил венчаться? Про венчание, наверное, моя идея, потому что муж тоже верующий, то есть он ну, как-то не отрицает религию, но изначально венчание моя была идея, чтобы сразу, но он, опять же, не отказывается, серьезно соглашается все, что я предлагаю. Так, слушай, ну, блин, это и есть любовь. Наверное, да. Ну, в смысле, и любовь к тебе к такой, какая ты есть. Да, да, в этом на самом деле есть. Я не могу похвастаться тем, что я там как-то быстро его принимала, то есть я, как раз, достаточно долго была той женщиной, которая пыталась мужика подпеределать, под усовершенствовать. Что ты хотела переделать в нем? Да много чего-то. Например, он в компьютерные игры играл. Я думала, что это какая-то херня. Но я до сих пор так думаю, но он играет, сейчас меня не парит. Ничего не изменилось. На самом деле все мои попытки не увенчались успехом. То есть кто-то думает, что мужика можно переделать, это гиблая история абсолютно. Ты меня спрашивала, ты подкаблучник или нет, но абсолютно нет, то есть мне никак ни на что не... Не удалось повлиять. ...вначим и не удалось повлиять. Все, что он менял, было там исключительно по его желаниям. Ну, то есть он сам меня полностью принимал, он считал логичным, что я должна также принимать его полностью. То есть такая была схема в его голове, да. А когда ты его приняла полностью? Есть у тебя понимание? Потому что про детей понятно. Ты такая, да, вот этот случай с дочкой, это тоже такой звенящий момент. Честно, наверное, вообще очень небыстро, поскольку мы проживали вот эти все потом истории с изменой. Это было тоже долго больно. И, наверное, уже где-то после третьего ребенка, я думаю. Сколько там лет браку было? Надо посчитать. Больше десяти. Я упорная женщина, 10 лет пыталась что-то переделать. Вот к вопросу мы же разгадываем код, как это и рожать, и быть счастливой, и рожать, и делать карьеру, и быть и классной матерью, и всем, и женой, и простить, и все. Помогало, знаешь, что помогало, даже когда не было там какого-то полного принятия, помогало понимание благодарности, видеть то, что много было чего хорошего. Да, опираться на это. Да. Круто. Я тебя благодарю за честные ответы, потому что ты можешь ведь говорить все, что угодно. Нет, по-честному, когда? Ну, после третьего ребенка примерно. То есть ты еще что-то пытаешься как-то, как-то, и конфликты, и сложные ситуации, и вы разъезжались. Вот для меня, знаешь, когда, я вот, наверное, еще вот прям вот совсем-совсем для меня стало понятным, когда я именно после декретов-декретов начала новый виток самореализации, то есть тогда у меня была карьера, а тут самореализация, и я поняла, что мы вместе, но мы отдельные личности. Это для меня было таким мощным осознанием вообще вот неочевидным долгие годы, что это нормально. Например, мы во многом разные по характеру, и что, например, он отдыхать хочет полежать, а мне отдыхать, это надо носиться. И что если сейчас мы не совпали, то можно просто отдохнуть раздельно. Это не значит, что мы плохая семья. И вот эта история, типа, мы показываем всем окружающим, что мы дружная семья, мы гуляем все вместе в парке, но никто от этого не получает удовольствия. Все пересрались. Можно этим просто не заниматься, оказалось потом. Но это тоже оказалось уже... Да, далеко не сразу. Я пыталась изображать. У меня был период, когда мне казалось, что, типа, мы неправильные. Я, в принципе, пыталась построить свою жизнь долгие годы, впихнув вот под какие-то странные истории правильности. А сейчас я поняла, что жизнь твою надо строить счастливо, а неправильно. И тогда это будет правильно. Целую твои слова. Про самый, наверное, неприятный и сложный момент про измену. 29 лет тебе было, тебе позвонила женщина и сказала, здравствуйте, я любовница вашего мужа. Да, да. И когда вы, наверное, уже разведетесь, я жила с полным ощущением, что никогда. На физике было мне просто ужасно. То есть меня, ну, скрутило от этого всего. Я зачем-то поехала в этот же день с ней встретиться, о чем я сильно жалею. Этого делать не надо было, не надо было этого человека видеть вживую. Но я это сделала. А зачем ты поехала? Чисто любопытство сыграло роль. Посмотреть, кто эта сучка, что это вообще за человек, на которого вот так вот мой муж перенаправил свое внимание. А только она сучка, а он в этой ситуации. Вот у тебя первая реакция, то есть это было вот, ах, ты разлучница? Или соперница? Вообще все уроды, естественно. Да. Ты приехала и... Я даже толком не помню, если честно. Моя психика, к счастью, все это похерила из памяти. Это все было очень долго. Это было много вранья, вранье на вранье. И мои попытки проверять телефоны. Это было абсолютно ужасно. Если честно, я до сих пор стараюсь это пореже вспоминать, потому что, когда я вспоминаю, я думаю, как я вообще выжила? Как я выжила? Как я не поехала кукухой? С другой стороны, в определенный момент это было и трансформацией. Ну смотри, тут же такой важный момент. То есть вот ты про это узнала, ты поехала, ее увидела, испытала вот эту ручайшую боль, вот этого предательства, и вывенчались, все раз и навсегда. И вот у тебя с ним разговоры, естественно, ты ему... Миллион примерно разговоров. Ну, то есть это не обрывается, он не говорит, боже мой, Катя, прости, всю жизнь тебя одну только люблю. Да, так и говорил. А, так и говорил, но не завязал же. Но там же не закончилось. Да, там сразу не закончилось. Но говорил, что закончилось, но врал. Но он никогда не собирался со мной разводиться, это так. То есть даже такой мысли у него не было никогда. Для него реально было раз и навсегда. Вот это всегда вопрос, ну, у всех женщин, как у Ахматовой, помнишь, и стон стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? В смысле, зачем? Вот ты меня любишь, вот мы венчаны. Вот раз и навсегда. Я не думаю, что это можно внятно объяснить. Я много для себя версий рисовала. Я сейчас постараюсь просто не искать эту причину, потому что, наверное, она мне не нужна. Ну, то есть от того, что я для себя скажу, это было потому-то, моя жизнь значимо не изменится, мне не станет ни легче, ни веселее, ни грустнее. И просто мне не нужно это. Но у тебя был период, когда ты хотела найти причину, ответ почему. Да, я много искала этих причин и обвиняла его, и потом обвиняла себя. И вот эти качели были во все стороны, какие только можно. Но сейчас я понимаю, что это вообще не нужно. Два вопроса. Как все закончилось и как ты простила? Как все закончилось? Был такой переломный момент, потому что пока вот он говорил, что оставил, не оставил, это куча вранья. И потом он сам сказал, что давай поживем отдельно. И мы разъехались, он к своим родителям, я к своим. И те, и те родители были в курсе. Мои родители ничего мне не говорили, просто были рядом. То есть они не говорили, разводись, или не говорили, иди туда. Он говорил, что... Ну, потом, спустя время, что его папа ему сказал, иди возвращай. Типа, нехер страдать ерундой. То есть его родители были на моей стороне. И мы разъехались, и было очень больно. Но у меня была работа, на самом деле. Работу держала. Каждое утро, как солдатик, встала-поехала обратно, встала-поехала обратно. Я болела на физике, у меня даже фурункулы вскакивали. Это боль выходила просто. Да, боль реально выходила, да. То есть мне даже их разрезали. Я даже к хирургу ездила. Но потом в какой-то момент я сказала себе стопе. Окей, я разведенка с прицепом. У меня один ребенок. Я очень люблю свою дочку. Класс, что у меня есть ребенок. Это хорошо. Я выгрузила все детские вещи, которые хранила для следующего ребенка. Раздала. Думаю, все, я больше разжать не буду. Все, у меня есть дочка. Класс. Я случайно в лифте встретила свою бывшую одноклассницу, которая развелась к тому моменту. Я спрашивала, как чего? Она говорит, а я вот еду на лыжи кататься. Я так думаю, погоди-ка, выглядит неплохой план. Я тоже поеду на лыжах кататься. Я никогда не каталась. Я люблю путешествовать. Оставлю дочку с мамой, а потом поеду еще и с дочкой. Я себе распланировала, куда я поеду. Деньги я зарабатывать умею. И как-то я взяла и начала себе просто планировать свою новую жизнь. И поняла, да, что я... Окей, все, я развелась. Я прям приняла вот всем сердцем, приняла тот факт, что я развелась. Все. Все кончилось. То есть эти все мечты, венчание, все порушилось. Все на этом. Но жизнь не может кончиться. Это реально... Вот то осознание опоры на себя, оно меня до сих пор держит. И вот то, что ты начала, что я говорю, что я не знаю навсегда или не навсегда, я реально с тех пор для себя приняла, что я не знаю, сколько лет будет длиться брак. Я когда прочитала вот новость, я все надеюсь, что это неправда, потом думаю, ну кто я такая, чтобы какими-то своими надеждами вмешиваться даже в чужую жизнь, в чужое поле, что Мэрил Стрип рассталась со своим мужем. И это не константа, это все может быть не навсегда. Эти новости приходят, и ты тоже, конечно, рефлексируешь их относительно себя. Такая, ну да, разные периоды, у кого-то 10 лет, у кого-то 3 года, полгода, 20 лет. Я Познера еще в свое время тоже слушала, он тоже так... У него такая тоже разная была жизнь, и я подумала, что ну вот так, вот так случилось, я дальше буду так жить. Родителями я принята, да, на работе я востребована, у меня прекрасная дочка. Хотя сейчас мне смешно, но я решила, что 29 лет, я старая, я больше не выйду замуж, я останусь одна, окей, найду чем себя развлечь. Именно в тот момент, когда я внутри просто развелась, рассталась, тогда как раз появился на горизонте муж и сказал, что нам надо возвращаться, и он начал опять ухаживать, дарить цветы, куда-то меня водить, какие-то рестораны, на коньки повел меня на Красную площадь, и мы опять съехались. Это все равно было больно, достаточно долго. То есть нет такой иллюзии, что вот там, типа мы поцеловались, занялись сексом, и все у нас хорошо. Нет, нифига. Ты же не можешь это очеркнуть, конечно. Рана затягивалась долго, колбасила меня долго. Я, на самом деле, благодаря этой истории стала погружаться, в принципе, в психологию женско-мужских отношений, и у меня был достаточно длительный период, когда я очень глубоко погружалась, и в том числе я погружалась в ведическую психологию. Я была такая женщина-карьеристка, ну, реально очень успешная была. Я была классным руководителем, да. И потом я забеременела вторым ребенком как раз-таки, и меня такая ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, и я решила, все, теперь я буду женщина, теперь я буду дышать маткой. Обожаю. Обожаю. Да, у меня был такой период, я, натура реально очень увлекающаяся. У меня были платья вот тоже такие. Вот я реально, у меня был период, когда я не носила вообще джинсы. Такой прям. Это не то. Но на самом деле этот период, правда, помог в том числе и прожить, и в том числе он тоже помог мне перестать во многом переделывать мужа, потому что тоже поняла, да, что выяснение отношений не ведет к улучшению отношений. Такой какой-то у меня был. Отчасти благостный период, отчасти он, конечно, иллюзорный был. Ну, перекосы так назовем. Перекос. И потом ты сбалансировала же систему. То есть вот тут я карьеристка, такая баба с яйцами, вот тут я ведическая женщина, значит, в этих разлетающихся юбках в пол. А истина, она, конечно, посредине в балансе и удалось тебе у нее. Ну, и потом это накладывалось в состояние, естественно, то, что я там беременела, кормила, беременела, кормила. Гормоны еще. Да, гормональный фон, да. Конечно, когда у меня там другой, стабильный гормональный фон, все-таки очевидно, что я тот человек, который слишком много энергии для того, чтобы только там щи-борщи и гладить занавески. Когда ты поняла, что тебя отпустило настолько, насколько может отпустить, когда вернулось, если не тотальное доверие, вообще вернулось ли оно? Потому что вот вопрос доверия, он же тут ключевой. Понятно, что есть там и на уровне физики, все вернулось классно, любите и дети, и благодарность за прожитые годы. Но вот доверие, вот это, любовь-то не теряется. Это же не было такого дня, да? Это знаешь, как утра, она заживает, заживает, заживает. И ты не замечаешь, когда ее почти не видно, поэтому это долго, наверное. Я думаю, что больше пяти лет, наверное, точно, может быть, даже дольше. Сейчас есть доверие, сейчас есть. Что интересно, мой муж никогда не залезает в мою сумку, не смотрит мой телефон, даже не надо что-то достать. Это было всегда так. Да, всегда принесет. Даже когда мы еще встречались, и до сих пор. У меня, очевидно, был тот период, да? Потом я поняла, что нет, это неправильно. И тоже с какого-то момента я не трогаю его там личные вещи, да? Я не трогаю его телефоны. И как раз-таки, собственно, потому что доверяю. Правильно я понимаю, что это твой первый, единственный мужчина? Да. Наверное, знаешь, я тогда же тоже, когда прожила это, я убрала эту ценность из своих медалек, да? Чем я буду гордиться в этой жизни, да? Все как бы уже. Ну, не о чем уже гордиться, да? Да, здрасте. Для меня это сейчас не является поводом для гордости, условно говоря. Ну, это просто есть, это хорошо, но я об этом, по сути, не помню, не думаю. Но, знаешь, если называть вещи своими именами, это ты у него не единственная женщина. Но в твоей-то судьбе ничего не изменилось. Ты можешь прожить так, но мы фиксируем на момент записи. Я не обещаю. Да, на момент записи этого видео, знаешь, информация действительно на момент записи этого видео. Это красивая редкость. Ну, это я так чувствую. В общем, можете думать, что хотите, и написать тоже Кате, что хотите. Я понимаю, что тебя комментариями, наверное, невозможно будет задеть или разбалансировать любыми. Нет, можете писать, да, можете спрашивать, я буду рада пообщаться. Я на самом деле много искала. А как правильно? А как делают женщины? А как это женщины проживают? Я поняла, что, опять же, нет правильного. Есть то, как ты для себя решишь, тебе будет счастливо прожить дальше свою жизнь. Очевидно, что и дети тоже для меня не последнюю роль сыграли, потому что он хороший папа, дети его очень любят. Это, естественно, когда я думала, взвешивала все уже на такую здоровую голову, не истерическую, то это было тоже одним из аргументов. Слушай, а вот еще важный урок для всех нас. Я же все время говорю, что все интервью-то для меня лично случаются. Ну и вообще там все и кризисы мировые, и локальные, и российские, и все там санкции, и перекрытия, сидение дома месяцами на карантине. Я такая, ой, это же все для меня, ты так растешь. В нашей стране все время тренинг личностного роста такой бесплатный, классный. И вот ты же сейчас мой тренер по поводу того, что я просто хочу это подсветить, вдруг кому-то тоже это важно будет, и вы из нашей такой полноцветной и интересной беседы вдруг это не вычлените. Что иногда все не быстро. Я так люблю быстро решать, быстро все делать. Я тоже люблю быстро. Знаешь, это что-то сломалось, сейчас починим, не проблема. Быстро сделать все хорошо. Потому что, что залипает там и так далее. Мне очень хотелось это решить быстро, особенно в начале. Мне хотелось прям, чтобы это было мгновенно, чтобы это просто исчезло, кончилось, забылось. Оказалось, что нет. Вот. И когда ты мне сказала про пять лет, вот это мой, в том числе, один из главных уроков в этом интервью, я рассказываю для вас тоже, потому что много информации, много всего. И может быть не быстро. Даже в современном, суперскоростном мире это нужно допустить, потому что я в свою жизнь ни быстрого не допускаю. Ну, в смысле, у меня длительные союзы, там тоже два брака по 10 лет, это долго, это качественно, хорошо, там глубоко было. Но вот в таких вещах, если что-то сломалось, где-то недопонимание, где-то проблема, думая, ну, я как бизнесмен, так это просто задача, что мы можем сделать, надо решить все быстро. И в личной жизни точно так же. В бизнесе, да. Да. А это не работает в других сферах иногда. Спасибо тебе за это. Но то, с чего мы начали, ты сказала, что ты работаешь в долгую, и столько лет ты снимаешь интервью, и к чему это тебя привело. Так что у тебя тоже есть про небыстрость. Конечно. Во всех сферах это работает. Про небыстрость, да. Но в личной жизни я такая, о, нет, есть проблема, есть речь, надо быстро. Ты вот мне сейчас говоришь, пять лет возвращала доверие. Это бриллиантовое откровение просто. Про денежки давай поговорим. Ты всегда любила работать, и у тебя всегда получалось зарабатывать. У мужа тоже разные периоды были, он и хорошо работал, и хорошо зарабатывал. И были периоды обнуления, и увольнения, и потери там дела. Как это тоже выстраивать? Суперсложная тема для многих. Согласна. Я изучала статистику, что вопрос денег является более частой причиной разводов, чем измены. Конечно. Конечно. У нас были возможности развестись из-за всего. Из-за измен, из-за денег тоже. Как часто ты зарабатывала больше, чем он? Ну, понятно, мы декретный период вычитаем, то есть это настоящий глава семьи, всегда, перманентно. На самом деле, я ему очень благодарна, именно за этот период, длительный мой почти 10 лет, когда я реально могла не думать о деньгах, я посвящала себя детям, дому, действительно, я кайфовала. У меня даже были какие-то свои хобби, я лепила украшения из полимерной глины, то я какой-то итальянский язык учила, то на коньках каталась. То есть, ну, я деятельная натура, да, то есть просто чисто дети, чисто борщи, это не моя история, мне все равно надо что-то еще делать. Деньги в семью не приносила, и муж зарабатывал, я за это ему реально очень благодарна, потому что я знаю мам, которые вынуждены, там, чуть ли не с первых дней после рождения ребеночка... То есть это не их свободный выбор, это необходимость. Да, это необходимость. А я могла вот реально, там, я с ними лежала. Это столько счастья мне дало в жизни, столько вот просто удовольствия на эмоциональном и на физическом уровне вот этого соприкосновения с своими детьми. И я за это, конечно, благодарна. Когда я тогда делала успешную карьеру, после рождения первого ребенка в вашей работе, достаточно быстро я его обгадала в заработке. Потом был как раз-таки длительный декрет, второй ребенок, третий, потом двойняшки, он работал, 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 работал. А я вообще-то думала, что когда пять детей у женщины, женщины больше не работают. Ну, это логичное предположение, честно говоря, я бы тоже так думала. Серьезно, у меня, правда, было такое убеждение, что я больше работать в этой жизни не буду. Тем более после изучения ведической психологии. Ну, все, ты ведешься женщина. Я даже дышалась маткой, уже какая работа. Да, и потом произошло очень жесткое столкновение с реальностью на самом деле. Двойняшкам тогда у нас было почти по три года. и муж потерял работу, и там были долги, и мы быстро придали машину, а потом нам пришлось придать и свою квартиру в Подмосковье. Мы тогда в Ростове в своем доме вот жили как раз то, что нам свекровь помогла купить. А в Подмосковье у нас оставалась вот та наша любимая двушка, которой мы с любовью сделали ремонт. Я эту квартиру обожала. Мы просто проедали эту квартиру. Я просто шла по Ашану, я складывала макароны, гречку, курицу в корзину и понимала, это я еще кусочек своей квартиры прожираю. Я думала, что муж как бы сейчас там раз и быстренько найдет заново работу. А он впал в такое состояние полного нестояния. Возможно, это была депрессия, мы не диагностировали, и физически он тоже себя очень плохо чувствовал, реально. По моим ощущениям, он хотел просто сдохнуть, чтобы избавить этот мир от себя вот такого никчемного персонажа. Мужчинам очень тяжело вот эти потери работы, бизнеса переживать. Он еще там очень сильно выгорел, на самом деле, и эмоционально тоже. И я тогда помню, это был очередной период, когда в отношениях случилась просто суперзима, потому что общаться было очень сложно. Проще было не общаться. Но тогда я поняла, что как бы пять детей, мать, что делать? Пошли работать. Медические психологи учат, ляг на диван, лежи и жди, пока он сам проснется и начнет. Но я и так не могла. Я вам, конечно, верю, но не в этой части теории. Да, да. Именно тогда мне, собственно, и пришла идея. Я просто увидела это. Я в Инстаграме тогда зарегистрировалась до этого, когда ждала двойняшек. Думаю, ну как там блогеры живут с двойняшками? Они же показывают, как они живут. И думаю, посмотрю хотя бы, как выжили эти женщины начальные матери двойняшек. И, собственно, там я увидела, что, оказывается, там можно зарабатывать деньги. И потом увидела, что еще можно там продавать курсы, то есть обучающие программы. Продажи воздуха, как это любят говорить. Но это по факту так. То есть тебе не надо куда-то ехать, что значимо для меня с пятью детьми. Да, ну смотрите, что такое продажа воздуха. Я с тобой согласна с этим, потому что инфобизнес это высокомаржинальный бизнес. Это как бы точка. Один из самых высокомаржинальных. Действительно. Я записала урок, у меня такие уроки и курсы тоже есть по коммуникации пять лет назад. И его каждый день до сих пор покупают какое-то количество человек. Это очень круто. Ничего больше не нужно делать. Эта информация не устаревает. Я абсолютно точно эксперт в этой области. Каждое мое следующее интервью подтверждает мою компетенцию, и люди его покупают. Это сказка, мечта. До этого было 16 лет пахоты, круглосуточной наработкой этой компетенции, реноме, репутации. Это мало кто в этом думает. Да, но это как бы за скобками остается. В этом смысле это продажа воздуха. Я записала один раз и продаю это, тиражирую бесконечно долго. Окей, ты увидела, что это можно делать. Но только слепой это не видит, но что-то не все вырвались, знаешь, в топы инфобизнеса. Что дальше было? Я предложила со мной попробовать ввязаться в эту авантюру акушерки. Она вела мою беременность двойной. Потому что твоя главная экспертиза, конечно, понятно какая, да? Да, да. А поскольку я сама ни в чем как будто бы не эксперт, но то, что я стилист, я понимала, что эту историю нормально. Не монетизируешь, если ты не одеваешь красивых женщин в ЦУМе, а живешь в провинции. Трезвость, критичность мышления на самом деле реально помогают жизни. Предложила ей просто я, ей благодарность, что она со мной ввязалась в эту авантюру, доверилась мне. Я изучала, изучала, просто тоннами поглощала информацию, как это делать. И примерно 7 месяцев мы работали в убыток, и я тратила те же самые деньги из этой же самой квартиры. Потом у нас наконец-таки получилось. И когда я поняла, как это работает, дальше я просто начала эту историю масштабировать. А не сдаваться помогало мне то, что у меня опять детей, которые хотят есть все время. Я даже тебе не задаю этот вопрос, потому что все, ключ, он найден. Да. То есть чем большее количество обязательств у тебя есть, а обязательства материнские, но они, как ни крути, они первостепенны. Или там, например, если ты за пожилыми родителями ухаживаешь, они в немощи находятся. Ну, в смысле? Ты что можешь сказать? Длин, извините, я тут сейчас... Я сегодня не заработала. Я сегодня не заработала, полежу, вы там воздухом попитаетесь. Это невозможно сделать женщине. Да. Ну, момент тоже такой важный, на самом деле. В этой истории меня тоже поддерживал муж. Каждый раз, когда у меня не получалось, мне был провал за провалом, мне говорил, ничего, в следующий раз точно получится. Сейчас ты получила опыт. Вот это правда. Он меня реально держал. То есть я, конечно, я плакала, я расстраивалась. И, естественно, своему партнеру, эксперту мне нельзя было показывать. Да. Мы идем... Все идет по плану. Да, мы идем вперед. Мы не сдаемся. Дома, да, я, конечно, эту историю выплескивала эмоционально. Когда он обратно встал на ноги, это было после того, как у тебя случился успех? Да. Мы остановились на том, что он пребывал в неком таком депрессивном, может быть, даже состоянии клинической депрессии, мы не знаем, но, тем не менее, в опустошенном, выгоревшем состоянии. Уже после, да. Это тоже про небыстрые отношения наши тоже восстанавливались достаточно небыстро, но на самом деле вот эта активная работа и успех мне помогли тоже, условно говоря, не разругаться с ним на почве денег, не разосраться напрочь. В какой-то мере меня держала мысль о том, что если я много активно работаю, если я разведусь, то кто из нас будет свободным человеком от детей, это, естественно, он. А мне просто в бытовом смысле будет тяжело одной тащить детей всех. Ну, то есть просто какая-то логистика. Рациональные просто доводы тебе помогали. Да, так и есть. Я просто села и сравнила. Вот как бы я развелась, вот я не развелась. Проще как бы тащить эту историю вдвоем. Вдвоем проще, это правда так. Почему там, наверное, да, тоже мало было разводов раньше, потому что вдвоем проще тянуть лямку. Конечно, бытовая причина сосуществования. Одна квартира, ты не можешь ее разделить. Разделишься в худшие условия. А если еще много детей, это вообще ни на кого не делится. Конечно. И я, на самом деле, в принципе, по-новому посмотрела. Еще раз по-новому посмотрела на отношения и поняла, что так тоже может быть. И что мы пытаемся найти вот этот ключик, как правильно, и что это раз и навсегда. Но на самом деле, раз и навсегда реально надо для того, чтобы вырастить детей, выполнить свою вот эту эволюционную функцию. А как оно будет дальше, да, в нашем обществе, где мы образованы, где мы самостоятельно можем существовать, то дальше уже должно держать что-то другое. Вот, кстати, это классный вопрос. Когда вырастили детей, что вас будет держать? А вот не знаю, посмотрим. Но мы, на самом деле, реально, как партнера сейчас сосуществуем. И вот эти наши роли, да, меняются. Когда-то была моя роль полностью там дома. То сейчас он реально бытовые вещи закрывает очень многие. Так есть. То есть если кого-то смущает такая история, так тоже можно. Это я сейчас основной добытчик в семье. Это не секрет. Мой заработок в разы, в разы, в разы, в разы. Больше это вот так. Но, опять же, при этом я там не выкручиваю. Потому что даже управление финансами семьи во многом на нём. Я достаточно тревожный в этом плане человек. Он спокойный. Я ему доверяю. Он даже лучше знает, что у нас как в этом плане, чем я. Как перераспределить, как сохранить, как приумножить. Да, да, да. То есть я в этом плане ему доверяю абсолютно. Ну и на самом деле он реально самый близкий мой человек, наверное, в этой жизни. Вот это говорят, что там двое станут одним. Но, наверное, в какой-то степени сейчас так. Вот действительно, в том числе и партнёрское отношение, и дружеское друг к другу. Вот так, наверное. Но не до степени полного слияния, потому что, мне кажется, это очень же опасно. Нет, наоборот, у нас нет полного слияния абсолютно. Наверное, в какой-то степени и были такие периоды достаточной прохладности. То есть мы тоже за это время, пока я сейчас тоже занималась бизнесом, разные тоже. Вот нет такого, что вот стабильно каждый день, вот даже в течение года оно может меняться. То есть это реально очень такая живая схема, живая структура. Но сейчас и он стал мудрее. Очевидно, что тогда, когда там нам было условно по 29 лет, для него пережить мою успешную карьеру реально было сложно. Так и есть. Его, конечно, щемила эта история. Так или иначе, фонила. То сейчас нет. То сейчас больше мы рассматриваем, как что деньги приходят в семью, на семью, потому что нас много. Мои комплименты твоему супругу, потому что мужчину, какая бы ты мудрая ни была, ведическая, хреническая еще какая-нибудь, ты можешь самыми красивыми речевыми оборотами его убеждать, что да нет, да ничего такого, да я тебе благодарна, да ты 10 лет меня содержал, всех детей кормил, и теперь моя очередь, мы же там пара, мы же союз, я вот вложусь, я тебя не упрекаю. Важно, чтобы он себя чувствовал окей в этой ситуации, и значит, он может это чувствовать. В ней, правда, ничего такого нет, я абсолютно спокойно отношусь. У нас разные периоды были, ну, там, наверное, про первый брак будет корректнее говорить, потому что мы были молодые, это было давно, разные периоды были. Были периоды, когда я больше зарабатывала, были периоды, когда я не зарабатывала вообще, был период, когда мой муж не работал вообще. И в том числе, например, когда я была глубоко беременна, у меня была проблемная беременность, когда там одна гречка, когда я брала, знаешь, преподавание репетиторства, вот ко мне девочка придет позаниматься, 500 рублей мне принесет, я иду в магазин. А если она вдруг заболела или отменяет, я не иду, а я беременная, а он не работает. Разное было, разное. И это абсолютно нормальное выражение, второй пилот. Но я понимаю, что мужчина, вот соглашаясь на систему, мы два пилота, мы друг друга подхватываем, классно переживает очень хорошо и качественно период, когда он первый пилот, а когда вдруг он потерял свою позицию временно, и ты подхватываешь, мы же договорились, и я тебя не упрекаю. А он не может это принять. Вот твой муж велик. Я думаю, что у него есть определенные степени удовлетворения с собой, опять же, но поскольку он человек разумный, он понимает, что толку он сменит бабу, он что от этого станет более кайфовым человеком, вряд ли. Проблема-то не во мне. Да, но это эмоциональный высокий интеллект. Мужчины же прокачивают рацию очень часто, и поэтому там сложно. А, кстати, вот ты говорила про себя, это тоже вопрос насущный такой. Он принимает психотерапию как рецепт для себя? То есть он обращается к каким-то вот таким методам, чтобы справляться с сложными ситуациями? Или это чисто наша женская фишка? Нет, он на самом деле изучал всю эту историю еще вообще в юности. Давно до вас. Ну вот и ответ. Он интересуется, в принципе, такими вещами и достаточно глубокими вещами. Психология не является для него как из серии, типа, я не псих. Я не псих, я что, не мужик там? Да, все нормальные выросли. Опять же, без идеализации. То есть я очень хочу, чтобы вы не идеализировали эту картинку. И никого не надо идеализировать. Не очаровывайтесь, не придется разочаровываться. Критическое, вот это называется критическое мышление. Ты просто вот обращик брать, это интервью пересматривать, подругам пересылать, самим 10 тысяч раз смотреть, пока не поймешь. Вот критическое, здравое, спокойное отношение. Это классно, но это может быть не навсегда. Я родила, я ответственна за всех, кого родила, потому что ситуации могут быть разные. При этом я ценю то, что есть, благодарны и так далее. Ты знаешь, еще что, какой момент важный, и который мне очень сильно помог и в принятии себя, и в принятии мужа, и вообще, в принципе, и детей. Скажи. Это то, что обязанность каждого человека уметь быть счастливой от разных вещей. И чем больше этих вещей в твоей жизни, тем тебе легче живется. То есть у меня был период, когда я пыталась просто вытащить клещами счастья из моего мужа, который охереть уставал на работе. Он приходил и говорит, делай меня счастливой. Я задолбалась с детьми здесь дома быть ведической женщиной. То есть как жить? И вопрос вот именно в состоянии. Вот я так живу, и где мое счастье? От чего я испытываю счастье? Испытываю ли я счастье от общения с ним? В какие моменты? Как это происходит? А с детьми? А еще? А на работе? А еще? А еще? Да, то есть у меня есть хобби. Я танцую, занимаюсь боксом. И это то, что мне тоже дает счастье. Наряжаюсь, кстати, да. Я в какой-то момент поняла, что просто от того, что я хорошо одеваюсь, красиво, ярко, это каждый день маленький кирпичик в состоянии моего личного счастья. Сто процент. От внешности очень много зависит. И поэтому так вот оно и складывается. А если думать, что счастье только вот в отношениях с мужиком, то очень сложно вообще прожить жизнь эту счастливо. Или счастье только в ребенке, бедные дети, у кого так. Да, это какая ответственность? Ты, взрослая тетя, переложила на этого трехлетнего, двухлетнего, пятнадцатилетнего. Делай мое счастье. Или сорокалетнего, пятидесятилетнего, неважно. Убежит, сверкая пятками, ну, конечно. Надо все время что-то придумывать. Да, вот откуда эта энергия? Я все время что-то придумываю в своей жизни. Что-нибудь еще надо замутить, а то скучно. Мать пятерых детей с нами разговаривает. Но сказать что-то потрясающее, это, конечно, ничего не сказать. Не могу в конце не спросить. И я люблю именно к таким деятельным, ярким, фонтанирующим людям обращаться. Сложно ли тебе о чем-то мечтать, потому что столько всего в твоей жизни было, и все так исполняется. И дети, и семья, и деньги, и жизнь мечты. Вот сейчас в этой пиковой точке относительно всей остальной жизни, то есть мне очень нравится думать, что я сейчас тоже на пике. Но это не конец. Это не конец, да. Там же еще много пиков. Но сейчас-то я на пике, и я так себя чувствую. Вот сейчас ты, находясь на своем пике, о чем ты мечтаешь? Потому что я думаю, что... Я хочу стать звездой. Классно! Нет, это нормальная просто цель, которой надо как-то... Есть инструменты, определенные шаги, маркетинг. И вот это интервью тоже один из шажочков. Давно хотела, но я достаточно долго была не готова по многим параметрам. Поэтому так, да. И на самом деле вот эту тему, да, то, что там, возможно, для кого-то кажется смелым, что я так рассказываю о муже. На самом деле я эту историю не освещала. Но когда я решила, что я об этом расскажу, первый человек, с которым я это обсудила, это был мой муж. Я ему сказала, не против ли ты, если вот так? Это такой честный, такой блестящий ответ. Ну, во-первых, ты звезда уже, но понятное дело, что сейчас выходы на большую аудиторию, это все можно будет увидеть. И это как круги по воде начнет распространяться. И я уверена, что эта волна тебя не испугает. Эта волна точно будет. Я просто чувствую сейчас, мы в такой с тобой какой-то резонанс вошли. Я уже проанонсировала для вас, что на другом нашем канале, на канале Женщины у нас с Катей будет еще несколько выпусков. Мы там будем и про бизнес, и про инструментарий говорить обязательно. Здесь мы вас этим вообще не грузили, потому что у тебя настолько есть, что отдать. Мне на самом деле реально хочется вот этот посыл стать звездой. Звучит, может быть, там, да, нелепо, типа, это девочки, которые 18 лет. Я в докторе, Сань. Вот, нет, а это действительно хочется делиться тем, что я просто много общаюсь, на самом деле, с мамами. Я знаю, как женщины зависают, и как будто, типа, все, я ушла в тираж, я больше никто, я выброшена за борт. На самом деле вообще нет. Мне хочется всех мам вдохновить на интересную жизнь исполнения своих личных мечт и не жить как правильно, а жить счастливо. Вот так. Безупречная формулировка. И у нас еще будет на канале Женщин с тобой выпуск с девчонками. Все всегда спрашивают, как мы их набираем. У нас есть Телеграм. Для этого это самая удобная площадка. Я в описании оставлю. Это Телеграм-канал журнала Женщины. Понятно, что вы иногда путаетесь, потому что у меня героини появляются на одном и на другом канале. Но здесь на ней принято обсуждать жизненные истории, предельно искренние, глубокие, честные, вот как было сейчас. Но это все без прикрас, без придумок. Я не знаю, это такой кайф. Вот ты сказала про... Мне неинтересно лобочную картину рисовать. Пипец, это такая глупость. Это, знаешь, это можно делать, когда ты глупый и молодой. А когда ты, блин, взрослая. А хотелось же. Нет, а когда ты взрослая, так интересно проживать по-настоящему. Я тут облажалась. Прикиньте, я развелась, я не справилась. Была акуительная картинка. Вы такие, вот Ольга, как вам удается совмещать вот и семью, и работать? А теперь такие, ага, не удалось. Да. И что? И что? Это очень круто, поэтому я тебе благодарна. На канале Женщины наши выпуски не пропускайте. Это будет грандиозно. А я начала вам объяснять, чем они отличаются. Интервью для тех, кто соскучился по искренности. Вот предельная интимность, проживание здесь. Мы же тут плачем. И смеемся, и материмся, и все это по-честному. Это нельзя придумать. И вот когда мы с тобой за кадром разговаривали, ты такая, о, нифига себе, ты шесть с половиной лет. Я канал делаю дольше, чем ты свою звездную карьеру в инфобизнесе. Ты такая, вау, нифига себе. Я тоже могу пойти рассказывать как в долгую. Это, знаешь ли, не легче, чем союза сохранять. И потом, потому что вот ты в правде находишься, как бы, я же не придумала это. Мне так очень нравится по-честному проживать со всеми. И ко мне такие же люди приходят. И ты не ошиблась с площадкой, я уверена. Ты уже звезда. Просто осталось осветить этим светом еще большее количество людей. Когда интервью там на женщинах будет появляться, это же интервью будет жить долго и влиять на огромное количество женщин, вы в описании пойдете. И там, когда все интервью там появятся, ссылки тоже будут в описании. Ну и журнал женщин тоже несложно будет найти. А счастливицы девчонки, которые нам отправляли заявки, мы же с Катей тут не случайно, до ночи у Дант они встретились. Мы же договорились об интервью. Мы уже отобрали классных героиней, они придут, и мы с ними поработаем. Я думаю, что вам интересно будет наблюдать. У нас выкристаллизовался формат с экспертами вот этой практической работы. Потому что, поскольку мы все продаем воздух, как мы уже выяснили, очень хочется видеть человека в деле. А как ты взаимодействуешь с людьми? А как ты в моменте можешь у них что-то такое посеять, что у них жизнь изменится? И вот эти форматы, конечно, культовые. Я уверена, что мы вместе с такими, как ты, открыли новый жанр. Поэтому здесь мы с тобой прощаемся, на другом канале увидимся. Ты меня покорила. Спасибо, Оль. Я была очень рада. Ты как-то идеально построила интервью. Я думала, как я все это расскажу? А получилось так легко. Спасибо большое. Я очень люблю это делать. Ты говорила про кирпичики, составляющие счастья. У меня этих кирпичиков и паззлов очень много. И поэтому в том числе и расставание пережить мне было проще, может быть, чем тем девчонкам, которые сосредоточены исключительно на извлечении счастья и союза. Это было прекрасно. Я парный человек. Я это обожаю. Но вот это, то, что мы делаем здесь вместе с тобой и с другими героями, ну это нельзя забыть. Это похерить благословение, которое тебе дано. Ну, в смысле, я как могу, так не могу. Мне кажется, что если женщина не реализует потенциал, она реально болеть начинает, толстеть начинает. Это же вот об этом. Есть и ребенок, и есть и увлечение. Я машину водить люблю. Знаешь, я стресс не имею. Я сажусь, еду, слушаю музыку. Я тоже так люблю делать. Это ощущение, я управляю. Я управляю. Это кайф во всем. Девчонки, ищите. Мы можем никогда не кончать это интервью, вы поняли, но я подарю тебе сейчас подарки, это будет отсечкой. Цветочная лавка. Я не знаю, как они это делают. Шесть лет подряд люди попадают с тоном букета в тон одежды. Как это возможно, да. Наша партнера цветочная лавка. Спасибо. Красотки, цветы. И вот эта история. Я тебя хвасталась сережками от ювелирного дома Тулупа в кольцо. Не такие бриллианты я тебе, конечно, подарю, но это слезинка из розового кварца. Это все вот эти наши женские дела. Эта энергия. Ну, конечно. Они сделали шесть с половиной лет назад ее специально для нашего проекта. Такая слеза есть у каждой девочки, которая пришла и в проекте рассказала искренне о своей судьбе. У нас секта. Клуб. 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 Это офигенно. Спасибо большое. Теперь на вести у тебя. Да, спасибо. Красотища. Увидимся, дорогая. Прости, но я сейчас должна констатировать, что у нас с тобой надолго. Я так чувствую, если позволишь. Я буду очень рада. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok